Ну вот после небольшого сюжета мы вновь вернули в студию и прямо сейчас я хочу представить моих гостей. Это прекрасные женщины, которые занимаются северной ходьбой. Это Тамара Санаева, Гулия Джунаева и Анна Москалёва. Доброе утро! Доброе утро! Мы очень рада вас приветствовать в нашей программе. Видно, что вы получаете удовольствие от этой северной или можно сказать скандинавской ходьбы. Северная ходьба, или как её часто называют, скандинавская, в Европе она называется Nordic Walking. Это новый вид спорта, который обретает популярность, только-только обретает популярность в Узбекистане. Но во всём мире он уже существует около 40 лет и пользуется огромной популярностью. Миллионы людей сейчас обретают здоровье с помощью скандинавских палок. Ходьба называется северной, но палочки называются скандинавскими. Как вы пришли к этому? Три года назад я заботилась состоянием собственного здоровья. Дело в том, что гиподинамия сейчас поражает не только людей моего возраста, но и молодёжь. И для того, чтобы двигаться эффективно, я нашла вот такой способ, много почитав, много посмотрев информации, такой способ, который включает максимум мышц в работу. То есть за единицу времени при северной ходьбе задействовано 90% мышц и за один час ходьбы сжигается 700 килокалорий. Тогда как при беге задействовано 45% мышц и сжигается только 300 килокалорий. При езде на велосипеде задействовано 50% мышц и сжигается 500 килокалорий. То есть мне нужно было эффективно ходить, эффективно двигаться. Поэтому я озадачена была, где же достать палочки. В Ташкенте продаются только трекинговые палки. И мне пришлось попросить друзей, мне привезли первые палочки из Вены. Я очень признательна этому человеку. Сначала начала ходить сама, изучать литературу. Я журналист, я тут же открыла страницу «Скандинавская ходьба в Ташкенте». Впервые в 17-м году. Да, 1 января, это был день рождения этой страницы, этого движения на общественном уже таком уровне в Ташкенте. Я не начинала обучать массово северной ходьбе, пока не получила на это право. Я понимала, что просто на любительских началах этого делать нельзя. И поэтому, изучив за полтора года технику северной ходьбы, она на первый взгляд простая, но в ней масса тонкостей, которые помогает понять именно тренер. Я попала в Москву, и только с помощью тренеров я поняла какие-то детали, тонкости, методы обучения северной ходьбе. И вернувшись, я пришла в эко-парк, где уже ждали, ждали моего приезда девушки, будущие североходцы. Как каждая из вас пришла к ходьбе, что вас так увлекло в этом? Лично я искала именно такой вид физической активности, который, во-первых, был бы по моим силам, учитывая, что у меня вес был довольно-таки приличный, и единственное, чтобы приносило результаты. Конечно, надо было найти быстренько палки, ну, нашла. И, конечно же, они у меня были первые неправильные, потому что это бич у нас, да, это наша боль. Это когда уже, пройдя какое-то время, то есть мы поняли, что палки нужны качественные, правильные, и именно для скандинавской ходьбы. Тем более серьезно, если заняться. Да, да, и вообще вот лично я занималась у Тамары Санаевы, большое вам спасибо, огромная благодарность от меня и вообще от всех девочек, которые вы обучили, потому что мы занимались где-то около восьми месяцев. И действительно, то есть мы думали ходить, и пошел. А получается, восемь месяцев нас с Тамарей Мунганяло только так. Ну вот, в течение восьми месяцев обучились, и у нас Тамара Санаевы выпустила свободное плавание, скажем так. Вот каждый пришел, как говорится, со своей историей. Анна, вы сколько лет уже занимаетесь, и насколько вы поняли, что это действительно ваше, и вам приносит удовольствие и прибавлять здоровье? Я занимаюсь скандинавской ходьбой год. Я очень увлеклась, это меня очень воудушевило. Я с радостью бежала на занятия к Тамаре Санаевой. Не хотите вы подключить своих детей, а может быть, даже внуков? У меня внучка ходит с палочками. Уже, да? Да, я ее обучаю. Мы даже вместе на соревнованиях, на мероприятиях ходим тоже с палочками. Дело в том, что Аня у нас не просто ходит с палочками, но она еще вместе с Гули Джунаевой, организатор в ряду североходцев. И мы выбрали в свое время, но была для этого нужная ситуация. Я предложила выбрать Таню председателем Узбекистанского общественного объединения Северной ходьбы. И это объединение вошло как представительство в Российскую Федерацию Северной ходьбы. Отлично. Представляется Узбекистан, получается, на таком уровне. Сейчас вот существует уже такая серьезная школа. Я служу еще и по тому, какие у вас медали уже. Это у вас были соревнования, хочу показать нашим телезрителям, очень даже так серьезно, солидно и очень красиво. Это уже что за медали? Да, это было первое наше участие в больших спортивных состязаниях. Приехало еще 4 североходца из Казахстана. И вот 10 североходцев прошли марш в дистанцию в 5 километров. Это, конечно, очень солидно. Хочу сказать, это браво вам. Это здорово. Победные, очень красиво шли. И вот такие красивые медали вручили финишерам. Сколько же у нас теперь североходцев в Ташкенте? В общей сложности, если так вот разобраться, если подсчитать всех, кого учили, может быть, человек 60 будет. Но сейчас у нас есть клуб «Хази Ташкент», который как раз организаторы этого клуба, лидеры этого клуба, Гулит Женаева и Аня Маскалева. И они активно принимают сейчас участие в спортивных состязаниях. Я думаю, они сами расскажут об этом. Наш клуб образовался после того, как я же сказала, мы ушли в свободное плавание, потому что основной техникой мы уже обучились. И, естественно, чтобы не разошлись и не разбежались все те, кто с нами ходил, мы создали клуб «Хази Ташкент». И у нас появились, так сказать, партнеры в лице городского управления спорта Анвар Алиевич Мурсакулов и чемпион Узбекистана по бегу Андрей Куликов, основатель школы правильного бега. Мы участвуем везде, где только можно. Мы были «Олимпик Дэй», была акция, организованная городским управлением, и день всемирной ходьбы мы участвовали. Потом был марафон, именно скандинавскую ходьбу мы показывали. Естественно, и самая главная наша большая победа – забег «Скайранинг», которую организовывал Андрей Куликов, это был забег по курным тропам 6 километров. И у нас участвовало 12 человек, и никто не сошел с трассы, хотя у нас были 55 плюс девочки и 60 плюс, и даже четверо из них взяли призовые места. Одно дело – клуб, который участвует в соревнованиях, это должны уже быть в нем люди, имеющие подготовку спортивную, они есть. Другое дело – люди, которые впервые взяли палочки, и понимая, насколько это ответственно, сложно, раз мы затеяли такое движение. Сейчас у нас на территории Экопарка два раза в неделю, в 8 утра, во вторник и в четверг начинаются занятия в школе северной ходьбы. Это как раз для наших телезрителей, как говорится, сообщение, кто заинтересуется северной ходьбой, вот добро пожаловать в Экопарк. Там действительно приятно даже заниматься, да, сама территория позволяет заниматься вот именно спортом. Наш клуб любителей скандинавской ходьбы «Хади Ташкент» выезжает на соревнования «Чимкент» – марафон. Беговой. Беговой. Там будут участвовать в основном спортсмены-бегуны. Но мы зарегистрировались как участники этого марафона со своими скандинавскими палочками. Отлично. Я думаю, что когда еще соревновательно это еще идет, да, это, наверное, еще больше заряжает, да, этим заниматься. Хочу пожелать вам, чтобы этот спорт, да, этот вид спорта приносил вам радость, удовольствие. Ну и вы молодели, конечно, с каждым днем. Для женщин, наверное, это самое главное. Ну, по вам видно, что вы получаете действительно удовольствие. Благодарю вас. Ну, мне осталось напомнить, что сегодня у нас в гостях были прекрасные женщины-североходцы, сертифицированные тренеры Тамара Санаева, Гуле Джунаева и Анна Маскалева. Благодарю вас еще раз. Ну, а наша программа продолжается. Не переключайтесь, далее не менее интересный сюжет. Субтитры создавал DimaTorzok